Перед вами, вы видите, да? Есть какие-то предложения еще по поводу поездки, изменения? Уточнение, можно? Уточнение, давайте. Проект не решено. Значит, на заседании 28-го и 11-го часть депутатов голосовала против предложения администрации, предложенной администрации редакции бюджета 2014 года и изменения бюджета 2013 года. Основные моменты несогласия были. По бюджету 2014 года снижение фонда оплаты трудоработников бюджетных учреждений на 5% от расчетной потребности и выделение субсидии муниципальному казначейскому предприятию Горводоканал. По внесению изменений в бюджет 2013 года выделение субсидий, опять же, муниципальному казначейскому предприятию Горводоканал и МУП «Автотрасс». Мы предполагали, что в период между заседаниями Совета будут проведены заседания депутатской комиссии для рассмотрения возникших согласий и выработки компромиссных решений. Однако в нарушении статьи 19 действующего регламента работы Совета депутатской комиссии не пожелали. Проекты решений вынесены на сегодняшнее заседание, как предвидет предыдущая редакция. Мы понимаем, что депутатское большинство готово проголосовать за данные проекты решений, имея необходимое число голосов и принятий. При этом они готовы проголосовать, проигнорировать то, что субсидиям муниципальному казненному предприятию Горводоканал на 2013-2014 год уже достигает почти 10% собственных налоговых и неналоговых доходов. При этом администрация не скрывает, что это только начало процесса. То есть содержать это предприятие мы должны еще ряд лет. Причинами, приведшими к банкротству предприятия, в первую очередь, являются, если пользуются терминологией, которая в новостях останутся, бездолженно, это чехарда в руководстве Горводоканал и не самые эффективные менеджменты, а не внешние факторы, которые нам пытаются в данном случае преподнести. При существующем уровне и принципах управления жилищно-коммунальным хозяйством Города мы не можем согласиться с передачей муниципальным предприятиям более 30 миллионов рублей при, опять же, цитатах из новостей Костомукши, при жертвовании капитальным строительством и некоторыми ремонтными работами, недофинансированием фонд работников бюджетных учреждений и многих других статей, возрастающих в муниципальном долге и расходах по его обслуживанию. Спасибо. Я могу вам передать текст выступления?